Добрый вечер! Начнем 20-й урок по счету в книге Вайкра. Он же будет первым уроком по разделу Тазри. Раздел, который почти целиком и полностью посвящен вопросам тума и тара, ритуальной чистоты и нечистоты, или скверны, как еще переводят на русский язык. Но начало, самые первые стихи этого раздела, они говорят о другой теме. И сказал Бог Мушетак, это 12-я глава, с самого начала, и сказал Бог Мушетак, говори, сынам Израиля, следующее. «Если женщина зачнет и родила мальчика, то она будет нечиста семь дней, как в дни отдаления при истечении, а на восьмой день пусть обрежут его крайнюю плоть». Вот в этих трех стихах есть три темы. Первое. Зачатие и роды. Второе. В результате родов, в результате того, что женщина родила, она будет нечиста семь дней. То есть здесь есть то, что называется тума талида, тума, происходящая в результате родов, подобно той туме, той нечистоте, которая происходит в дни отдаления при истечении. В переводе на русский язык это означает месячный. Точно так же, как женщина, а не точно так же, подобно тому, как женщина становится ритуально нечистой тумеа в результате месячного кровотечения, аналогично есть тума, нечистота в результате родов. Причем даже если, как говорит Талму, даже если это была леда, ебешта, то есть даже если ни капли крови, теоретически можно себе представить, что ни капли крови не вышло при родах, все равно здесь есть тума от леда. Сам факт того, что произошли роды, делает женщину ритуально нечистой, роженицу. И, наконец, третья тема – это на восьмой день пусть обрежут его крайнюю плоть, то есть заповедь, обрецание. Вот на этих трех темах мы сегодня и остановимся, настолько, насколько время нам позволит. Может быть, еще как предисловие к этому, поскольку здесь самая первая тема – это роды, то имеет смысл познакомиться с предисловием Рабейн-Убахи к этому недельному разделу. Рождение и смерть жизни человека – это рождение и смерть две стороны одной медали, на самом деле. И жизнь человека, хотя мы говорим здесь об одной жизни, человек на самом деле, если можно так сказать, живет несколькими жизнями. То есть есть не просто различные его периоды жизни, мы все знаем, что есть младенчество, есть детство, отрочество, юность, зрелость, старость. Есть более серьезные разделения. Это как бы три различных мира, в которых живет человек на протяжении своей жизни. Вот именно о них говорит Рабейн-Убахи. Мне хотелось бы изменить своему принципу и, может быть, зачитать куски из его предисловия в оригинале на иврите с переводом. Хотя обычно я этого не делаю, стараюсь этого не делать, но уж слишком сочный язык и выражения такие, что имеет смысл для тех, кто, по крайней мере, понимает, вложу на кодыш, прослушать это в оригинале с переводом. Шалош уламот хулфин аль-хаадам. В трех мирах живет человек. Ввиду не в трех мирах одновременно, параллельно, а три мир. Он переходит из одного мира в другой. Первый мир, в котором живет человек, это бутроби его матери. Это мир улама и цера, мир зарождения, мир возникновения. И в этом своем первом и маленьком мирке человек познает впервые и познает на себе величие Всевышнего и чудеса, которые тот творит. Как сказал об этом царь Давид в псалмах, «Когда я созидаем, был в тайне, образуем в глубине земли». То есть сам процесс возникновения, зародыша человеческого плода и развития плода, он процесс фантастический. Мы, конечно, не помним нашу утробную жизнь, что происходило с нами, каким образом мы зарождались, каким образом зарождалось, точнее, наше тело. Но читая об этом в книгах, можно просто только изумиться. И об этом царь Давид говорил выше, тот стих, который я прочитал из 139-го псалма. Чуть выше, говорит царь Давид, о тех чудесах, которые происходят, причем происходят они незаметно от глаза людей. Люди-то не видят. Они видят только, что беременная женщина, она полнеет. Но всех тех чудес, которые происходят вдали от человеческого глаза, возникновения, зародыша и развития плода этого человека, не видят. И об этом говорит царь Давид в своих псалмах, воспевая здесь вот это вот потрясающее чудо. Но это жизнь человека, она точно отмерена. Ровно 9 месяцев. На самом деле, она отмерена даже по дням. Но если бы была у нас возможность узнать, каково желание плода. Есть ли у него желание рождаться или ему бы хотелось остаться в утробе у матери все время? На самом деле, он предпочел бы, если бы была только возможность спросить, он предпочел бы остаться в утробе у матери. Почему? Да потому что то, что ждет его, ждет его в жизни полная тревога, полная забота. Там плод живет на всем, на всем готовом. Ест то, что ест его мать, пьет то, что пьет его мать. Все теплый, уютный, заботливый мир, в котором все его потребности, все его надобности, все учтено, все поставляется ему беспрерывно. Замечательно. Теперь нужно выходить в мир, в котором ему придется бороться за каждый кусок хлеба, за каждую копейку. Думать о том, где приткнуть голову, думать о том, где найти себе кровь над головой. Поэтому рождение, мы люди, стоящие, что называется, снаружи, мы воспринимаем рождение нового ребенка как очень-очень радостное событие. Для ребенка ребенок кричит. Кричит от ужаса. Кричит от страха и от ужаса. Расставаясь с тем самым уютным и дружественным для него миром и входя в новый мир. Мир страшный, мир отчурдения, мир борьбы, мир трудностей. Прервемся здесь на секунду. И если пребывание в этот утробный период жизни, Робин Бах называет это, что это один из миров, в котором живет человек. Потому что, почему это один мир? Это не просто некоторый период жизни человека, первые девять месяцев, его утробный период. Это отдельный мир, потому что условия жизни там совершенно иные, чем все, что ждет в дальнейшем человек. Все совершенно другое. Все совершенно иное. Это одна жизнь. Эта жизнь кончается. И здесь мы видим вот удивительную вещь. Что означает окончание жизни? Ну, окончание жизни у нас есть для этого слова, которое его обозначает – это смерть. Да, но смерть оказывается в тот же самый момент рождением для другой жизни. Смерть не представляет собой уничтожение. Смерть означает окончание одной жизни. И тут же переход за рождение. Она же, сама смерть, она же рождение для другого мира. Рождение в другой мир. Как это писал Анатолий Кучинский в своей книге Гешера Хаим, он представляет там, представьте себе, двух близнецов, которые в утробе у матери. Один из них говорит ему, ты знаешь, вот так говорят, есть слухи такие или мнения такое, что вот этот мир, в котором мы с тобой здесь живем, он не единственный, что за пределами этого мира есть другая действительность, очень сильно отличающаяся от той, в которой мы живем, совершенно другая, там все по-другому. Второй скептик ему говорит, а, ты мечтатель, вечно ты что-нибудь придумаешь, ты занимайся своим делом, здесь нам, в этом мире мы живем, его мы знаем, других миров не видели, не знаем, нету их. Ну и вот пока они спорят, один мечтатель, другой, циник над ним, издевается время от времени, вдруг начинают они чувствовать толчки, схватки начинаются. Они не знают, что это такое, но чувствуют себя очень-очень некомфортно. Пока вдруг не происходит совершенно непонятно, и один, вот тот самый мечтатель, который говорил о другой какой-то действительности, вдруг в результате сильного толчка проваливается куда-то и исчезает. Циник остается в утробе у матери один. Да, говорит циник, хороший был парень, жалко. И погиб-то ни за что. И не зная даже тот самый циник, что в этот самый момент его товарищ по утробе у матери, его близнец, родился, родился к новой жизни. Да, он умер для предыдущей жизни. Его предыдущая жизнь, жизнь утробная закончилась. Но в тот же самый момент произошло рождение. Говорит Рабейну Бахид, ребенок, младенец, родившийся на свет, не зря он кричит, потому что на самом деле ему бы хотелось бы оставаться там. Именно поэтому говорят наши мудрецы. То есть то, что ты рождаешься, имеется в виду рождаешься вот в этой послеутробной жизни, то есть против своей воли. Если бы была возможность у плода выразить свое желание, хочет ли он оставаться в утробе у матери и рождаться, предпочел бы он остаться, не рождаться. Вместе с тем, несмотря на такое письмо, вначале продолжает Рабейну Бахи. И вот именно поэтому происходит плач и крик ужаса на врожденного ребенка, который выражает этот ужас перед новой жизнью полной опасности, полной беспокойств, забот, бед. И так человек приходит в эту новую свою, вторую уже жизнь, послеутробную, после рождения. То есть субъективно ребенку, конечно, этот переход не нравится, младенцу. Но на самом деле, объективно, он попадает в мир куда более возвышенный. Мир, в котором есть свет, а не только тьма, в которой он жил в утробный период. Ведь в этом мире человек растет, и растет очень быстро и серьезно. Но этот рост физически, он только показывает нам на рост и развитие умственное и духовное человека. В этой новой своей жизни человек приобретает мудрость. Человек развивает свой разум, приобретает мудрость и знания. Адшиумит хакем бетурауба митсвот. Вплоть до того, что человек начинает познавать Тору и ее заповеди. Веймам ясигидиат ашемит алей. И через них, через постижение Торы и заповедей, он постигает и волю Всевышнего, тем самым постигает Всевышнего. Стоп. Здесь снова нужно остановиться и задать вопрос. Не очень понятно, что говорит Робей Мубахи. Получается, его картина такая. И с точки зрения удовлетворения потребностей, конечно, человеку куда более комфортно в утробный период, в свою самую первую жизнь. Потому что там он живет на всем готовом, ему не нужно работать по 8 или 10 часов программистам, просиживать штаны для того, чтобы заработать себе на кусок хлеба. А вот духовно, конечно, этот новый мир, это его большое-большое преимущество, ибо что же там в утробном мире? Одна тьма, а вот здесь познание свет. Да, но ведь наши мудрецы учат, что ребенок в период своей утробной жизни ангел обучает его всей-всей Торе. И его познание там, оно безграничено, ибо не ограничено оно еще рамками физического тела. Младенец познает весь этот мир от начала, от края до края. Так что же такого? Какое же преимущество видит Рабейну Бах, если он пишет, что есть в этом мире, если бы заитарон маала на улам шиба мемену? После того, как он родился, он приобретает колоссальное преимущество тем, что он развивается умственно и духовно, познает. Да ведь на самом деле весь процесс познания, он только процесс воспоминания. Как говорят наши мудрецы, что человек в момент рождения переживает такую жуткую, страшную родовую травму, что он забывает все, что он учил. Да, теперь он учится, да, теперь он познает. Но на самом деле это только вспоминание того, что он уже знал в утробный период. Так какое же здесь преимущество? Преимущество на самом деле колоссальное. Да потому что в утробный период человек пассивен. Он сам ничего не изучает, он сам ничего не познает. Его обучают. Подобно тому, как заносится знание на информацию, на какой-нибудь накопитель, на магнитный диск, или на флеш, или еще на что-нибудь. Подобно этому знание закладывается в душу человека. Но он сам к этому знанию, он сам его не приобретает. А вот родившись и развивая свой разум, постепенно-постепенно человек начинает процесс познания самостоятельного. И это знание совершенно уже другое. Да, по сути дела, это воспоминание, верно. Но это переход к совершенно другому качеству. Знание, которое приобретает человек сам своим трудом, оно совершенно иное, оно совершенно другого качества. Поэтому говорят, что большие мудрецы, тех, которые имели контакт с духовными мирами, говорят так, что многие из них отказывались. То есть вот та самая возможность, что ангел помогает человеку познавать Тору, она упомянута, что подобные предложения получали ряд больших мудрецов после своего рождения. Некоторые из них даже, некоторые из них принимали эти предложения и занимались. А Шулханорух, Бейс-Йосеф, Бейс-Йосеф Кару, он пунктуально записывал все то, чему Амалаха Магид, его ангел, чему ему обучал. Но были такие, которые отвергали это предложение, не принимали его, говоря о том, что, почему, именно то, что мы сейчас говорим. В этом мире ценность Торы именно в том, что человек познает ее своим трудом, своим познанием, а не тем, что ему вкладывают, а не тем, что ему подается на блюдо с голубой каемочкой. Вот это колоссальное духовное преимущество, несмотря на материальные трудности, на то, что в этом мире приходится работать в поте лица своего, чтобы заработать кусок хлеба. Это да, но духовная составляющая, она совершенно другая. Здесь есть колоссальное преимущество в том, что человек может своим трудом познавать Тору, развивать свой разум, познавать Тору. И сливаться в своем сознании с волей Бога, которая выражена в ее заповеди, в заповедях Торы. Продолжает Рабей Нубахи. Продолжает Рабей Нубахи. Здесь, как говорят нам мудрецы, как сказал царь Давид еще. Жизни нашей 70 лет. Ну а тот, кто более здоровый, 80 лет. Но вот это биологическое продолжительность жизни человека больше он не вытянет. Но вот расставаться с этим, с этой жизнью, с этим миром снова человек не хочет. Точно так же, как не хотел он уходить из своей утробной жизни. Не хотел он умирать. Не хотел он своей смерти в утробной жизни и рождения в другую жизнь. Точно так же, человек не хочет уходить из этого мира. Да, в этом мире очень трудно. Да, в этом мире приходится пережить массу болей. Да, в этом мире столько забот. Да, в этом мире столько страхов. Да, в этом мире приходится так тяжело работать для того, чтобы заработать себе на кусок хлеба. Да. Но вместе с тем, ты умираешь снова против своего желания. Не хочет человек уходить из этого мира. Против своей воли ты рождаешься на свет. Против своей воли ты живешь. Против своей воли ты умираешь. Как говорят некоторые комментаторы, что человек не может себя оправдать, что я вообще-то не хотел. Если человека будут судить за то, что он плохо себя вел и неправильно жил, то он не может оправдаться тем, что я вообще-то не хотел рождаться, и меня заставили. Если ты не хотел рождаться, и тебе заставили так было плохо, то почему же тогда ты не радовался тому, что ты умираешь? Алкох и хаатах. Ведь умирал ты тоже против своей воли. Если бы только спросили человека, хочет ли он умереть Или предпочитает он остаться жить Человек бы выбрал вечную жизнь Но это не дано, ему приходится умереть Но снова, смерть – это на самом деле только одна сторона медали А вторая сторона, что каждая смерть – это рождение в другую жизнь И здесь начинается новая, третья жизнь человека Из этого своего мира, из этой своей второй жизни Человек переходит в новую, другую, третью жизнь Это мир грядущий Вот там уже, там нет ограничений В нем, если первая жизнь человека была ограничена И пространством, только материнской утробой И по времени была ограничена 9 месяцев Жизнь человека в этом мире после рождения Она тоже ограничена, 78 лет, вот все по времени И человек тоже постоянно находится в материальных ограничениях Связанных с его телом В новом мире мудрецы называют его Йом Шекуло Рох Весь этот длинный, длинный, длинный день Что значит длинный день? День может быть больше 24 часов Как может быть длинный день? Один день может быть длиннее другого День, длинный, это означает день, у которого нет конца Он бесконечный, он бескрайний То есть там нет времени Поэтому жизнь в этом мире, она бесконечна И в этом мире В этом мире человек пожинает плоды своих трудов В предыдущем мире, во второй своей жизни Все те заповеди, которые он выполнил Всю тору, которую он выучил Весь тот духовный багаж, который он набрал Им и живет человек в этой своей новой жизни Получается, взгляд на вещи на самом деле оптимистический То есть человек все время он стонет Человеку все время кажется, что он Его ощущение такое, что он все время идет К худшему и к худшему, к худшему Один мыслитель как-то сказал Трагедия человека в том, вот если бы человек Рождался стариком, дряхлым Так бы он рождался, дряхлым стариком И с каждым годом он все более молодел И становился все более сильным И все более могучим И все более привлекательным И все более здоровым И все более... Вот тогда бы была счастливая жизнь А так все наоборот Мы рождаемся в этот мир Полные сил, желания, жизни, здоровья И с каждым годом мы дряхлеем И дряхлеем, и дряхлеем И пока не годимся на пищу червян. Пессимистический взгляд на жизнь. Да и с духовным совершенством учится человек, развивается, развивается его мышление, развивается он интеллектуально и духовно, приобретает знания, приобретает жизненный опыт, становится действительно личностью с каждым годом, чем старее человек, тем он становится все умнее и опытнее. И на что все это годится? Опять же, на корм червян. Этот взгляд вырабатывается и те, кто смотрит на жизнь своего тела. Так действительно мы идем от самой лучшей, с точки зрения телесных, самый лучший мир был в утробе у мамы. Там мы жили на всем готовом, там все было в порядке, там было все комфортно, там мы были полностью защищены всеми возможностями, возможными видами защиты. И дальше каждый новый шаг, каждое новое рождение, оно на самом деле было смертью куда более комфортных условий, с точки зрения человеческого тела. Да, но с точки зрения духа человека, все наоборот. Здесь человек постоянно идет от хорошего к лучшему. Хорошо было в утробе у матери? Да, конечно, хорошо. Ангел обучает всей Торе. Познание неограниченное. Все ясно, все понятно, все. Заканчивается этот период, начинается новый период, какой еще лучше, когда человек начинает познавать самостоятельно, развивает свой разум, своими усилиями познает. Но это познание все еще ограниченное. А затем приходит грядущий мир, неограниченный ничем. Один свет, никакой тьмы, никаких ограничений, никаких трудностей и сложностей в познании. Все то, что человек с таким трудом познавал, старался понять во второй своей жизни самостоятельно, теперь высвечивается ему новым светом. Теперь становится ему ясным и понятным. Этот мир уже, Йомши Кулло Арох, Йомши Кулло Тов, этот мир, в котором есть только благо. Нет ни боли, нет ни ограничений, нет ни испытаний, есть только благо. Таким образом, человек движется все время. Это нужно помнить, что все движение человека – это переход от одной жизни к другой. Каждая смерть – это рождение, каждое рождение в новой жизни – это смерть предыдущей жизни. И постоянное движение от хорошего к лучшему. Так пишет Рабель Нубахи. Не мог я устоять перед тем, чтобы не прочитать это замечательное его предисловие. А вот теперь, и вот теперь, и вот теперь, и вот теперь, и вот теперь только переходим к теме зачатия иродов. Рамбан в Игерет-Акодеш пишет, может быть, два слова сказать о том, что такое Игерет-Акодеш. Игерет-Акодеш – это короткое эссе Рамбана, в котором он освещает взгляд Торы на близость мужчины и женщины. В отличие от принятого в христианстве раннего средневековья взгляда, который видит в этой области только увековечивание первородного греха и темную сторону человеческой жизни, Рамбан развивает там учение Торы о том, как в действительности Тора относится к близости мужчины и женщины. Среди прочего, Рамбан, конечно ли, относится к… Нельзя, касаясь этой темы, не коснуться первых стихов нашей главы. Если женщина зачнет, родила мальчика, то будет она нечестна и так далее. Рамбан спрашивает здесь, среди всего прочего. Он задает такой вопрос. Почему разговор о зачатии родов идет сразу вслед за окончанием предыдущей главы Шмини, в которой обсуждаются вопросы животных, разрешенных нам в пищу и запрещенных? Речь идет там о Мальмахе, о лот-асурот, запрещенные в пищу животных. Объясняет там Рамбан, что Тора хочет здесь сказать, что если человек хочет, чтобы сын, который родится у него, потомки, которые у него родятся, если хочет он, чтобы они получили возвышенную душу, то необходимо очень строго соблюдать законы Кашрута. И если люди позволяют себе есть запрещенную Тору и пищу, то пусть не удивляются потом, что дети, которые у них родятся, получат души не самые возвышенные. Здесь нужно много-много объяснять, что значит возвышенная душа и что. Говорят наши мудрецы, у родившегося человека есть у него, есть три компаньона, которые привели к рождению человека. Мама с папой, понятно, еще и Всевышний. Мама с папой способны создать только человеческое тело. Может быть, неправильно я сказал. Мама с папой создают человеческое тело, участвуют в создании человеческого тела всеми своими генами. И человеческое тело, включая и духовный компонент человеческого тела, то, что называется нефиш, животная душа, от которой происходит и характер человека, качество его характера, все это дают человеку мама с папой. Поэтому нет ничего удивительного в том, что внешне человек похож на своих родителей или, по крайней мере, иногда на наследственность делает шаг конем, на своих дедушек, на своих, на дядю и на тетю. По крайней мере, понятно, что здесь родители дали свои гены. Поэтому и внешне похож на них, и своим характером напоминает он своих родителей. Это все понятно. Но у человека же есть еще и душа. А душа откуда? А душа тоже родительская? Нет. Душу дает Всевышний. Родители не управляют этим процессом. Душа Всевышнего. Не могут они заказать душу для ребенка. Все родство их с рожденным ребенком, оно на телесном, эмоциональном, душевном уровне, но не на духовном. Вместе с тем, говорит Рамбан, повлиять на то, какую душу получат дети, люди могут. Значит, какую душу? Душ тоже разные бывают. И разговор здесь снова не идет о характере, о медоте, о качествах. Есть души более высокого плана. Есть более низкого плана. То есть в этих вещах мы почти ничего не понимаем. И тот, кто считает, что он понимает, он тоже на самом деле не очень понимает. То есть весь вопрос откуда? Насколько высок корень, из которого выходит та или иная душа. И мы знаем, что даже глядя вокруг себя, иногда можно заметить, что рядом с нами есть человек, который весь духовность, и не просто духовность, а нечто такое возвышенное, что озаряет своим светом всех-всех людей вокруг. И это не случайно. Это высокая душа. Совершенная душа. А бывает, что и нет. Так вот, говорит Ромбан, поведение родителей может оказать влияние на то, какую душу получат их рожденные у них потомки. Если люди не соблюдают законов каждого, и приводят это к тому, что они едят запрещенную пищу, мясо запрещенных животных, то приводят это к тому, что тоже называют Тора Тинтум, то есть невосприимчивость духовная определенная у самих людей, которые едят, и влияет это на ту душу, которую Всевышний даст телу, которое родится в результате близости отца и матери. Это одна сторона. Вторая сторона, о которой говорит Орахай Макадош. Есть еще одна возможность повлиять на ту душу, на уровень души, на выбор души, который получит рождающийся ребенок. Орахай Макадош обращает внимание на то, что текст Торы здесь несколько корявый. Иша, кита зрия, ве ялда. Буквально перевести это получится так. Если женщина зачнет, то есть зачатие о нем, о зачатии сказано в будущем времени, если женщина зачнет, ве ялда Захар и родила. Мне говорят же так. Одно из двух. И так почти все переводы. Одни переводчики переводят все для соответствия, для согласования в будущем времени. Если женщина зачнет и родит мальчика, тогда, вот она будет нечистая и так далее. Другие переводчики переводят, если женщина зачала и родила мальчика, тогда так-то и так-то. На второе написано не так, не так. На второе написано коряво. Если женщина зачнет в будущем времени и после этого сразу в прошедшем и родила мальчика. В чем здесь дело? Объясняет Урахай Макадош, как сказано у царя Давида, «Ахор вакедем цартани». Это вообще очень важный стих. «Ахор вакедем цартани». Буквальное понимание его, точнее не буквальное понимание, а его. Пшат в этом. «Ахор вакедем цартани». «Царь, то есть ты меня ограничил и сзади, и спереди». Так говорит царь Давид Всевышний. «Я человек маленький, я физическое существо, я всюду и везде ограничен и спереди, и сзади». Тогда слово «царта» не означает, происходит от слова «цар», узкость, ограничение, границы. Наши мудрецы говорят, что можно прочитать этот посуд и иначе. «Цар» от слова «цура», и близкое к нему слово «ецера», создание. Создание именно как придание формы. Известно, что есть три ступени создания. Есть «брия», то есть это создание из ничего того, что не было. Теперь что-то есть, и на второй стадии тому, что есть, ему уже придается форма, то есть внутреннее его содержание. Это «ецера». Стало быть, «ахор» в «экэдэм цартане», как говорят мудрецы в трактате «брахот», это означает, что в создании человека есть на самом деле два различных создания. Есть создание «ахор», то, что либо сзади, либо «ахор», либо после, и «кэдэм». «Кэдэм» означает либо впереди, либо сначала. Говорят наши мудрецы, что речь идет о двух созданиях в процессе сотворения человека. Создание его тела – это одно, и создание его духа, его духовной составляющей. Что касается физической составляющей создания тела, это «ахор», то есть не просто сзади, а это еще слово «ахор», есть еще одно, второе значение, что означает «ахорон» – последний. От тела человека. Человек, конечно, мнит себя венцом творения. Но мы-то знаем, что он появился в мир последний. Как говорят наши мудрецы, а финны и тушь, если ты гордишься человеком. Знай, гордый человек, что даже комар и тот возник раньше тебя. И он более древний. Его генеалогия комара более древняя, чем твоя. Кто ты такой вообще? Выскочка, ну, ворев ты. Только недавно вообще появился на свет. По сравнению с древним комаром. Что касается духовной составляющей человека, это уже кедем, это с самого начала. То есть, что создание, еще до того, как были созданы все, все живое, хоть что-нибудь живое было создано, уже был запланирован, уже был запроектирован дух человеческий. Потому что всегда есть вот эти две стороны. С точки зрения физической мы знаем человек. Если сравнить вообще человека со всем остальным, с животным миром, то человек – это самое неудачное создание. Самое неудачное создание, самое изнеженное, самое необеспеченное, самое нуждающееся, самое-самое-самое. Физически человеку действительно не позавидуешь. Но зато с точки зрения духовной человек действительно венец всего творения. Но обратим внимание, что физическая сторона – она последняя, она вторая, а духовная – она раньше. Ахор векеден цартань. Продолжает Урахай Макадош. Что в Зоре написано. Что когда, что во время близости. Это мы знаем, что во время близости отца и матери. Возникает, в результате оплодотворения, возникает человеческий зародыш тела. Ну, а душа. А душу ему дает Всевышний. Вместе с тем, подобно тому, что написал Рамбан. И здесь. Из Зора следует, что у родителей есть возможность повлиять на то, какую душу получит плод, который только что и сейчас зарождается. А именно, во многом все зависит от того, что они думают во время близости. Если человек, во время физической близости, если муж и жена, или муж, или жена, все, что у них в голове, и все, что ими руководит, это только желание получать удовольствие. Если то, что ими руководит, это только влечение и похоть, то тогда рассчитывать на какую-нибудь возвышенную душу, которую получит родившийся от такой близости ребенок, не следует. Но это еще не страшно. Если у них уже совсем плохие мысли, то тогда дело плохо. Один из вариантов, о котором говорят наши мудрецы, и если, например, муж во время близости с своей женой думает о другой женщине, не дай бог, то результаты этого будут страшные. В результате ребенок, который получится, с его душой там будут проблемы. Этим, кстати, объясняет Рахай Макадош. Есть известная очень история. В Танахе, она комментируется в Талмуде, в трактате Брахот. Один из самых праведных иудейских царей был цар Хискияу, который сумел восстановить еврейскую жизнь после того погрома, жуткого которого учинил его отец. И вместе с тем, когда тот заболел, будучи достаточно молодым, к нему явился пророк Хискияу и сказал ему, что вообще-то пиши завещание, потому что ты умрешь. Спросил его Хискияу, почему, за что, разве я? Разве не полагается мне хоть какая-то отсрочка? А что ему сказал пророк? Да, все, что ты делал, это все замечательно, но поскольку ты не женился и не исполнил обязанности плодиться и размножаться, то это тебе наказание. Да, сказал Хискияу, но я не женился. Боже, у меня уважительная причина была, что я не женился. Я предвидел, есть небольшой дар предвидения, может быть, не такой, как у пророков, но все-таки, что дети, которые родятся у меня, будут нечестивцами. Что ему сказал пророк Хискияу, это не твое дело. Заглядывать в будущее – это не твое дело. Твое дело исполнять свою обязанность. Обязанность каждого еврейского мужчины – жениться и дать жизнь новому поколению. Ты этого не сделал, тебе наказание, поэтому пиши завещание и все. Сказал ему царь, погоди, погоди, но может быть, может быть, все-таки, ну, я готов жениться. Ну, я готов жениться, жениться. Доктор сказал, все уже. В конечном итоге сказал царь, знаешь что, я женюсь на твоей дочери, тогда, может быть, хотя бы твои заслуги и заслуги твоей дочери, они приведут к тому, что дети, которые родятся, не будут такими, которых я с ужасом жду. В конечном итоге получилось так, что он тогда не умер действительно и женился на дочери Ишаяну. И родились у них дети. И вышли такими мерзавцами, как два ребенка, которые трудно было действительно себе представить. А Талмуд объясняет, несмотря на все, несмотря на все. Как же это получилось? Талмуд этот не объясняет, взгляд, взор. И объясняет это именно тем, что зачатие их произошло после того, как в гостях у Хискияу были послы вавилонского царя. И образ этих самых послов остался в сознании или в подсознании жены царя. И результат был настолько печальный. В результате родились дети, которые стали нечестивцами. Именно об этом говорит здесь Тон. Иша ки тазрия. Иша ки тазрия, буквально тазрия, когда она зачнет. Имеется в виду здесь азра, то есть это процесс оплодотворения, извержения семени и оплодотворения. Так вот, в будущем времени, когда она зачнет, когда произойдет зачатие, оплодотворение, Виялда Захар, она родила, она уже родила. То есть еще до того, как прошел, как произошел, произошло оплодотворение, то есть момент зарождения физического тела, в момент возникновения зародыша, духовная сторона, она уже состоялась. Еще до того, как произошло оплодотворение, душа, которую получит зарождающийся сейчас плод, она уже выбрана. И назад уже пути нет. И изменить уже здесь ничего нельзя. Те мысли, которые были у людей во время близости, они уже определили ту душу, которую получит ребенок. Поэтому вот такое несоответствие. Что это значит? Значит ли это, что предопределено быть человеку праведником или нечестивцем, и все это зависит от родителей, от того, что они думают во время близости? Нет. Человек, в конечном итоге, определяется борьбой между различными началами, между добром и злом, которые в нем есть. Это выбор, который он выбирает. Да, это верно. Но этот выбор происходит на разных уровнях. Известное мучение Рава Деслера о Никуда Табхира, о той самой точке выбора, в которой происходит внутренняя борьба человека. И у каждого человека она происходит уже на другом уровне. У одного человека это выбор на высоком уровне, у другого на очень низком. Но человек, в конечном итоге, даже получив душу очень высокую, он может в конечном итоге всю свою жизнь испортить, несмотря на ту высокую душу, которую он имел. Человек, который получил невысокую душу, и то он может, он может своим выбором изменить свою жизнь, но это ему очень и очень трудно, и очень тяжело. Изначальные условия, в которых человек начинает свой жизненный путь, начинает свою борьбу, они определяются тем, какой душ он получает. И на то, какой душ он получает, родители могут повлиять. Чем повлиять? Тем настроем, тем, что они думают во время физической близости. То есть оплодотворение создает зародыш человеческого тела, а самоблизость создает душу, создает условия для возникновения души. И этим, говорит, дорогая Макадуша, объясняется очень известный посуд. Про Авраама и Цару сказано, что они, когда отправились в Эрс-Исраэль, они взяли в это нефиш, ашер, асубы, ахаран, а также души, которые они сделали в Харане. Что значит души, которые они сделали в Харане? Каких таких душ они понаделали? Комментаторы объясняют, есть два ответа, есть пшат и есть драж. Драж имеется в виду, души – это рабы, только не мертвые души, как у Гоголя, а живые души конкретно. Столько-то душ рабов они приобрели, и всех они взяли с собой, это пшат. Драж, который требует понимать буквально, имеется в виду, люди, которых Авраам и Цару приблизили к Тории, тем самым, они как бы дали им новую жизнь, поэтому называется души, которые они сделали, это драж после пшата, а сод, а тайна, которая здесь есть, вытарахаем, она просто потрясающая. Сара была бесплодной. Значит, на протяжении десятков лет Авраам и Сара, будучи мужем и женой, не сумели родить ребенка. Вместе с тем, несмотря на то, что, будучи бесплодными, они не сумели, до рождения Цхака, до всего того, что произошло, но до того, десятки лет до того, они не сумели создать ни одного человеческого тела до рождения Цхака. Но это не значит, что они не создавали души. Души возникали в результате их близости. И это то, что говорит Тора. Веетанефишаше рассуду Харана. Также и души, которые они сделали, которые они создали в Харане. Так кажется, что потомство человека, оно на самом деле куда более многочисленное, чем он себе представляет. человек представляет себе, что его потомство это только те дети, которые у него реально физически родились. Но на самом деле это потомство куда более многочисленное. Но это уже тема, в которой мы на самом деле ничего не понимаем. Только так по верхам могли все это сказать, отдавая себе отчет в действительно непонимании серьезном этих вещей, познакомиться с ними хотя бы чуть-чуть все-таки стоило на этом. Остановимся. Продолжение следует...